Каждый решает для себя сам, понимаете? Я вам ничего советовать не могу, не уговаривать, не отговаривать, потому что вы сами решаетесь. Просто смотрите темы и смотрите, кто. Главное обращайте внимание, кто. Ну, это Илья Александровича надо будет спросить. Я-то не возражаю, у него никакой секретной информации, как правило, нет. На всякий случай. Да, вопрос это всегда с песня на музыке. Спасибо. 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 . Еще раз здравствуйте. Я, как обычно, должен осветить актуальную практику по гражданскому делу, судебную практику. И на сегодняшний день первое, так сказать, что приходит в голову и то, с чем наиболее часто сталкиваются суды, это споры, связанные с участием в долевом строительстве, споры, вытекающие из договоров страхования, ответственности и иных видов страхования, вопросы, связанные с оплатой жилого помещения коммунальных услуг, вопросы отношений между собственником и членом его семьи и нанимателем и членом его семьи в отношении жилого помещения и другие интересные вопросы тоже возникают в том, что процессуальные. Я вот попробую по возможности кратко на некоторых из них остановиться. Ну вот то, что касается долевого участия в строительстве, как вы знаете, появился в июле 2017 года новый обзор судебной практики Верховного суда по этой категории дел, в котором некоторые важные правовые позиции содержатся. И в общем и целом подход к этой категории споров Верховным судом сформулирован таким образом, что независимо от наименования договора, от того, как оформлены отношения между сторонами, судам нужно, исходя из той цели, которую они предстоит в первую сторону, от исключения договора, квалифицировать его как договор участия в долевом строительстве. Тут, правда, есть определенные сложности, потому что закон об участии в долевом строительстве регулирует в первую очередь отношения с застройщиком и, соответственно, устанавливает, что привлечение денежных средств для финансирования строительства лицом, которое не отвечает требуемым застройщику, влечет возможность отказа от исполнения договора и предъявление требований о возврате внесенных денежных средств. И, соответственно, как представляется в тех случаях, когда стороной в договоре выступает не застройщик, а организация, которая должна сама, в силу каких-то своих договорных отношений с застройщиком, получить часть помещений в строящемся доме, то в такой ситуации гражданин, заключивший договор, имеет формальную возможность отказаться от него и потребовать возврата денежных средств именно по той ощущению, что они привлечены лицом не отвечающим требованиям, требуемым застройщику. И для гражданина в такой ситуации внесение денежных средств является более рискованным. Но распространить на, если вы же не отказываетесь от этого договора, то распространить на отношение к нему в полной мере положение закона об участии в первом строительстве невозможно, потому что можно оговорить о каких-то мерах ответственности контрагента, установленных этим договором, но, вот скажем, возложить на него обязанность передать следовое помещение невозможно, если не исполнено, не реализовывали, так сказать, договорные отношения, которые существуют в этой организации с застройщиком, и она сама каких-то обязательств их не исполнила, и поэтому право на передачу доли помещений в строящемся доме не приобрела. Из тех вот наиболее актуальных вопросов, которые связаны с долевым строительством, нужно обозначить вопрос взыскания неустойки за просрочку передачи объекта. Чаще всего суды сталкиваются с вопросом о снижении неустойки и определении критерий соразмерности этого снижения. В отношении сроков передачи объекта у нас действует общее правило о том, что, во-первых, в силу положения закона о участии в строительстве этот срок обязательно должен быть предусмотрен договором и должен быть единым для всех участников долевого строительства. И второе – это то, что одностороннее изменение условий обязательства, односторонний отказ от него не допускается по общему правилу, и причем в отношениях, в которых участвует гражданин, потребитель, лицо, не занимающийся предпринимательской деятельностью, право на односторонний отказ может быть предусмотрено только законом, а не договором, а договором оно может быть предоставлено только слабой стороне, то есть гражданину, а не субъекту гражданинской деятельности. Соответственно, возможность одностороннего изменения условий договора со стороны состройщика не допустимо. И вот у нас на сегодняшний день есть определенная дискуссионная тема, связанная с ситуацией, когда один из застройщиков в договор включил условия такого рода. В договоре прописан плановый срок окончания строительства, предусмотрено, что квартира должна быть передана в течение определенного срока после ввода дома в эксплуатацию, и там же предусмотрено, что самый плановый срок, он может быть однократно перенесен на срок не более шести месяцев, и в этом случае срок передачи объекта соответствующим образом сдвигается. И вот здесь, с одной стороны, это имеет признаки одностороннего изменения условий обязательства, потому что вот этот перенос сроков ввода и объекта в эксплуатацию, это связано с действиями застройщика, и от гражданина никак не зависит, и, соответственно, его поле заявления по смыслу договора в этом случае не требуется, его согласие не запрашивается. Но вместе с тем вот смущает тот факт, что стороны ограничили этот самый перенос определенным сроком, то есть не больше, чем на шесть месяцев. И, соответственно, получается, что если ориентироваться на первоначальный плановый срок ввода объекта в эксплуатацию, которому определяют срок передачи квартиры, то оказывается, что они все-таки согласовали тот окончательный срок, не по изменению которого квартира во всяком случае должна быть передана. И вот это вот несколько смущает. И есть у нас сейчас спор по поводу того, насколько допустимым является такое условие договора, если подлежит ли оно применению или подлежит квалификации как ничтожное. Дело в том, что у нас есть некоторые апелляционные определения, которые защищают позицию застройщика в такой ситуации. И есть даже постановление президиума нашего городского суда, вынесенное вот буквально недавно, 3 октября, где в подобной ситуации не было признано за гражданином право на отказ от договора, а он как раз ссылался на то, что нарушен первоначальный согласованный срок, согласованный сторонами. И вот сейчас у нас некоторая идет дискуссия, обсуждается это с вековным судом, вот как все-таки относится к такому условию договора. То есть возможно, что эта практика, этот подход будет пересмотрен. То есть на вот эти апелляционные определения и на постановление президиума в полной мере не следует ориентироваться, а все-таки возможно какие-то новые появятся позиции по этому поводу. В отношении соразмерности неустойки у нас как больной темой является то, что суды снижают довольно произвольно, не могут убедительно мотивировать снижение и выписать в решение какие-то критерии соразмерности этого снижения. А они должны быть все-таки какими-то объективными, чтобы исключить возможность того, что граждане, обращаясь в суд, споря с одним и тем же застройщиком в одной и той же ситуации, вот у одного судей получают одну неустойку, а у другого другую. И у нас на сегодняшний день более-менее сложился подход, у которого неустойка не должна снижаться больше, чем до однократного размера, который установлен в статье 6 и 9 закона об участии в долевом строительстве. Там предусмотрено, что для граждан она остается в двукратном размере. Но вот мы исходим из того, что если ее снижать, то не больше, чем для дооднократного размера, на которых, если учесть, что она составляет даже трехсотую от ставки рефинансирования ключевой ставки, то получается, что она приблизительно за размер на обычном уровне плата за пользование чужими денежными средствами. Вот. И следующий момент, который тоже связан с этой самой неустойкой, это вопрос о соотношении норм частей 2 и 6 ст. 9 закона об участии в долевом строительстве. Дело в том, что в части 2 там говорится о том, что в случае одностороннего отказа застройщик, гражданина, участника долевого строительства от договора или в случае расторжения этого договора в судебном порядке, в случаях, когда это предусмотрено частью 1 со значком 1 ст. 9, застройщик обязан возвратить в определенный срок денежные средства, полученные от участия для долевого строительства, и уплатить на них проценты за весь срок с момента их внесения до момента их возврата. А частью 6 той же статьи предусмотрена, что в случае нарушения этого самого срока возврата на сумму подлежащего возврата выплачиваются вторые проценты, исчисляемые по тем же правилам. Причем есть во взоре судебной практики по этой категории дел, есть суждения, из которых следует, что эти проценты могут взыскиваться вместе. Обзор практики споров, связанных с участием в долевом строительстве, речь идет не о последнем обзоре, а о первом, который вышел в декабре 2012 года. И там говорится, что помимо возврата участника долевого строительства из денежных средств, уплачиваемых через цены договора, застройщик уплачивает проценты на эту сумму по части второй, а в соответствующих случаях также и части шестой. То есть получается, что эти проценты могут заскрыться параллельно. Так вот, если мы проценты по части второй квалифицируем как неустойку, то оказывается, что, применяя одновременно еще и проценты за нарушение срока возврата денег по части шестой, мы применяем двойную неустойку. И это вот суды останавливает. Вот я говорю о конкретном деле, когда суд отказался применять одновременно эти две нормы части второй и части шестой и взыскал только проценты по части второй. А мы вот в том деле, о котором я рассказываю, пришли к выводу, что часть вторая, статья девятая, она фактически устанавливает не меру ответственности за неисполнение обязательства, а устанавливает, что в случае, когда договор оказывается неисполнен и денежные средства поджат возврата, у застройщика возникает просто обязанность уплатить за пользование, фактическое пользование деньгами зависит период с момента их внесения. Причем ведь, когда они вносились, то пользование ими было правомерным. Оно основано было на договоре и говорить о условиях взыскания, допустим, процентов за пользование чужими деньгами не приходится, потому что никакого обязательства их возврата в то время еще не было. И, соответственно, трудно обосновать взыскание этих процентов той же логики, которая в 35-ти Гражданского кодекса заложена. А вот эти проценты, которые за весь срок пользовались с момента внесения, они оказываются очень похожи на проценты по договору займа за пользование займом, которые, как известно, снижению не подлежат в порядке ст. 23 и 3 ДК. И вот часть 6, ст. 9 закона об участии в первом строительстве, в свою очередь, она очень похожа на ст. 811 Гражданского кодекса, в которой предусмотрено, что независимо от уплаты процентов за пользование займом подлежат взысканию еще и проценты за пользование чужими денежными средствами. И вот это как раз подобный подход. Он позволяет объяснить, почему же мы эти две нормы применяем параллельно, и одна на другой не мешает, и что это не будет двойной меры ответственности. Но вместе с тем это означает, что по части 2, ст. 6% возможно не подлежат снижению по правилам предусмотрено для неустойки, потому что это иные проценты, это фактически плата за пользование деньгами, и размер этой платы установлен законом. Вот мы такую мысль заложили в определение, апелляционная 29 августа 2017 года, номер 33-15-990 за этот год. Но еще раз подчеркиваю, что это вопрос искусенный. Я вот не так давно был в командировке, в суде, у нас что-то такое, так называемая стажировка, там организуется периодически, и я вот задавал этот вопрос, и там как-то он не вызвал понимания вот такой подход, и все-таки суди там считают, что это мера ответственности, и что она поэтому то есть в третьих татях неприменима. Но вопрос спорный. Возможно, что какие-то еще обсуждения на эту тему появятся. Кстати говоря, вот в том же самом деле и в том же самом определении, про которое я сейчас рассказываю, там еще возникал вопрос, застройщик на это ссылался, что обязательства по возврату этих денег у него не наступило в силу отсутствия регистрации. прекращение договора участия в даревом строительстве, а соответственно, и проценты не могли быть взысканы, там это еще и влияло на применение ставки процентов, потому что в момент, когда последовало отказ от договора, действовала одна процентная ставка, в момент, так сказать, последующий, там через какой-то, через месяц была установлена иная процентная ставка Центробанком, и соответственно, это влияло на интересы сторон. Но дело в том, что хотя у нас по общему правилу по гражданскому кодексу в случае, когда сделка или ее изменение подлежит регистрации, то правовые последствия наступают с момента регистрации, и договоры участия в даревом строительстве, а также его расторжения подлежат регистрации, на что указывают и нормы закона об участии в даревом строительстве, и нормы закона о регистрации прав на недвижимость, тем не менее, вот в статье 9 закона там есть часть 4, насколько я помню, которая содержит специальную норму о том, что договор считается прекращенным с момента направления уведомления, то есть там как раз не привязывается, да, часть 4, там как раз признание договора прекращенным не привязывается к регистрации этого прекращения, и, соответственно, оказывается, что обязанность по возврату денежных средств возникает независимо от того зарегистрированного прекращения договора, а нормы закона о регистрации прав на недвижимость, они указывают на то, что вот эта самая регистрация может быть произведена по инициативе любой страны, то есть, в том числе, из-за строчек, если он получил соответствующее заявление вот участие этого строительства, он имеет сам возможность сам обратиться за регистрацией прекращения договора. Также интересной и дискуссионной темой является право на односторонний отказ от договора в случае, когда нарушения со стороны застройщика отсутствуют. Дело в том, что у нас на сегодняшний день в законе об участии в долевом строительстве появилась норма, которая действует с 1 января 2017 года, прямо предусматривающая, что участникам долевого строительства не вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, если отсутствует нарушение со стороны застройщика, если застройщик свои обязательства по нему исполняет надлежащим образом. Это у нас часть 1 со значком 2 введенная законом от 3 июля 2016 года. А до того, как эта часть появилась, возникала проблема, потому что у нас в части 1 статьи 9 закона говорится о праве участника долевого строительства на односторонний отказ от договора в иных случаях установленных федеральным законом или договором. Это пункт 5 и части 1. И суды полагали, что этот пункт отсылает нас к статье 32 закона о защите правопотребителей, который предусматривает возможность отказа от договора в любое время при условии компенсации исполнителю затраты. Но представляется, что это не совсем логичный подход, потому что вот эта часть 1 она должна толковаться во взаимосвязи с частью 2. Часть 2 говорит о том, что во всех случаях расторжения договора, предусмотренных частью 1 и 1 застройщик, будут обязаны вернуть денежные средства, да еще и платят за пользование с момента внесения. И совершенно очевидно, что в ситуации, когда происходит отказ от договора по 32 статье закон о счетах потребителей, невозможно обосновать, почему же мы все-таки заставляем застройщика оплатить, который не нарушал свой взаимодействие, что-либо дополнительно оплатить потребителю. А смысл этих статей, этих норм в их взаимосвязи в том и заключается, что соответствующие последствия негативные застройщик наступают в силу того, что у потребителя есть право на отказ от договора, связанное с нарушением обязательства настройщика, а не безмотивное право. И кроме того, если у потребителя есть право отказаться от договора в любое время, то тогда вообще в значительной степени теряет смысл часть 1.1 статьи 9, где написано, что в определенных случаях договор может быть расстроен только в судебном порядке, в частности, когда строительство затягивается и становится очевидным, что оно не будет завершено в установленный срок, хотя этот срок еще и не уступил и в некоторых других случаях. И вот все это вместе заставляет думать, что когда нарушение обязательства со стороны застройщика отсутствует, то гражданин, тем не менее, не лишен возможности требовать расторжения договора в силу каких-то изменившихся его личных обстоятельств. Мы же не можем заставить человека, допустим, продолжать вносить платежи по договору участия в этом строительстве, когда у него исчезла финансовая возможность делать это, когда у него там изменились семейные положения, может быть, состояние здоровья, еще что-то. И все это наводит на выссо, что в такой ситуации просто не допустим односторонний отказ, а он должен осуществляться в судебном порядке, ввиду изменившихся обстоятельств, как это предусмотрено общими нормами статей 450 и 451 Держанского Кодекса Российской Федерации. 450, значком 1, извините. Это то, что касается участия в долевом строительстве. Если вернуться к обзору судебной практики последнему, то здесь вот какие еще важные правовые позиции содержатся. Тут, во-первых, говорится о том, что в случае, когда договорные отношения возникли между организациями, а потом в них вступает гражданин путем уступки ему прав требований по договору с заключенным организацией, то на отношения с этим гражданином распространяется положение закона о защитерах потребителей и, соответственно, нормы закона об участии в долевом строительстве, те специальные нормы, которые регулируют правовое положение граждан и устанавливают в том числе повышенную ответственность застройщика за нарушение прав участника долевого строительства. Надо сказать, что вот в этой ситуации с уступкой там иногда возникает спорный вопрос, когда скажем, уступка состоялась в момент когда срок исполнения обязательства уже наступил и право передавалось уже в нарушенном состоянии. И после этого гражданин обращается с требованием о выплате ему неустойки за просрочку передачи объекта. И возникает вопрос, как ее считать? По ставкам, установленным для граждан и повышенным или по ставкам, установленным для организаций других категорий участников долевого строительства. Так вот, представляется, что исходя из принципа правовой определенности, исходя из того, что застройщик, допуская какое-то нарушение, он должен разумно предвидеть последствия своих действий, а в момент, когда он допустил просрочку, стороной в договоре был вовсе не гражданин, а организация, то несправедливым было бы возлагать у застройщика обязанность по задним числам обязанность ответственность в повышенном размере, установленном для граждан. Соответственно, получается, что с момента, когда в договор вступил гражданин и стал стороной, мы применяем повышенную ответственность, а до этого момента применяем однократный размер. Далее у нас про информацию это понятно, вот здесь вот интересно такой есть пример, когда не была предоставлена полная информация гражданину, значимая связанность с тем, каково будет расположение объекта и какие там объекты общего имущества будут расположены вблизи и основанием для отказа от договора послужило то, что напротив окна квартиры оказался газораспределительный щит, это там влияло и на видимость и на безопасность эксплуатации квартиры и Верховный суд признал это существенным обстоятельством, которое влияет на возможность отказа от договора. Далее вот позиция связана с тем, что когда застройщик свои обязательства не исполняет, и создается в целях завершения строительства жилищно-стоятельных оператив, то у него возникает обязанность принять в свой состав всех лиц, которые состояли в договорных отношениях со стройщиком и исполнили свои обязательства перед застройщиком, вносили денежные средства на финансирование строительства квартиры. Ну вот то, что я говорил относительно недопустимости одностороннего изменения условий обязательства, это пункт четвертый обзора, и насколько я помню, то тоже на ту же тему пункт, к тому же вопрос посвящен пункт пятый. Интересное обсуждение в пункте седьмом о том, что застройщику в определенных случаях предоставлено также право на односторонний отказ от договора, однако это право должно реализовываться с учетом требований разумности и справедливости, и добросовестности, то есть в случае, когда, допустим, гражданин исполнил обязательства, основную часть обязательства исполнил, и у него сохраняется какая-то, может быть, незначительная задолженность перед застройщиком, то в такой ситуации отказ односторонний застройщик от договора, суд может признать незаконным и признать, что защита право застройщика возможно просто путем взыскания соответствующей денежной суммы, но не путем лишения гражданина возможности получить квартиру. в том, известны позиции Верховного Суда о том, что исполнение требования ИСЦА после возбуждения спора не признается добровольным исполнением и не исключает взыскание штрафа с ответчиком предусмотренного законом о защите прав потребителей. Это уже устоявшиеся подходы, которые судами применяются. И еще я хотел несколько слов сказать в отношении объектов незавершенного строительства. У Верховного Суда еще в предыдущем обзоре судебной практики звучали правовые позиции, связанные с тем, что допускается такой способ защиты прав участника долевого строительства, как признание права собственности на объект незавершенного строительства. Но здесь есть определенная сложность, потому что по нормам закона об участии в долевом строительстве объект, земельный участок, на котором строится объект, а также сам этот объект возводящийся, считается находящимся в залоге у участников долевого строительства. И, соответственно, если мы допускаем признание права собственности на объект незавершенного строительства за гражданами, то появляется противоречие, потому что нельзя быть одновременно собственником объекта и залогодержателем. А если представить себе, что судебными решениями будет признано право собственности за одними гражданами, а другие допустим не обратятся в суд за защитой, то появится конфликт, потому что оказывается, что одни из них будут в положении собственников, а другие в положении залогодержателей. Кроме того, есть еще и такие нормы в статье 13 закон о участии в здравом строительстве, которые предусматривают, что право залога может принадлежать не только гражданам участников здравом строительства, но еще и банку, если возведение объекта осуществляется с привлечением эмбарковского кредита, и право залога принадлежащего банку, оно прекращается только после года объекта в эксплуатацию, и там это прямо в законе прописано, и соответственно, если мы признаем право собственности за участие в здравом строительстве, то оказывается, что они приобретают имущество, обремененное правом залога принадлежащего банку. это определенная сложность, но правда у нас, не могу сказать, что у нас были какие-то споры связанные с реализацией залоговых прав на объекты долевого строительства, но тем не менее в случае возготовления подобного спора правовые позиции связанные с правом собственности на такой объект, они возможно будут нуждаться в каком-то переосмыслении. Следующая категория дел, про которую я хотел рассказать, это споры, возникающие из договоров страхования. У нас как известно, есть такие виды этих договоров, как обязательное страхование, в частности ответственности владельца татарных средств, есть добровольное страхование и есть страхование имущества. Вот если может быть сразу же не переходить к существу самих этих отношений, а сначала про процесс поговорить, вот интересная есть позиция в обзоре судебной практики по спорам, связанным с обязательным страхованием беженской ответственности, утвержденным 22 июня 2016 года, где указано, что в пункте 2, что и по защите прав потребителей, являющихся страхователем, благодоприятелем по договору ОСАГО, предъявлено одновременно к страховой компании причинитель вреда, может быть предъявлен по выбору ОСАГО, по месту его жительства или по месту его пребывания, по месту жительства или по месту пребывания обречителя или по месту нахождения страховщика или по месту заключения или месту исполнения договора. Вот из этого следует, что даже когда в деле участвуют два ответчика, то есть непосредственно причинитель вреда и страдавщик, и потребительские отношения связывают ОСАГО, только с одним из них страдавщиков, то тем не менее фактически те правила подсудности, которые установлены в секундарстве в защите трав потребителей и возможность выбора суда, они оказываются распространяются и на второго ответчика тоже, хотя он субъектом соответствующих отношений не является. Это такой интересный момент, потому что у нас довольно регулярно возникают вопросы, связанные с тем, какие правила подсудности применять в случаях, когда, например, у кредитора существуют различные условия подсудности с несколькими ответчиками, в том числе договорами подсудности. Вот недавно у нас рассматривался частный вопрос по определению подсудности спора по иску иностранной компании, у которой был франчайзинговый договор заключен с организацией, расположенной в Москве, и договор поручительства с частным лицом по этому франчайзинговому договору. И в договоре с организацией было написано, что спор в случае его декомения будет рассматриваться в соответствующем суде в Санкт-Петербурге. Вот такая формировка. А в договоре с гражданином договора поручительства было предусмотрено, что спор будет рассматриваться в конкретно в таком-то районном суде Санкт-Петербурге. И когда спор возник и изгл предъявлен солидарно к двум этим лицам, то район и предъявлен был как раз в тот суд, который был обозначен в договоре с физическим лицом, то этот суд возвратил исковое заявление, ссылаясь на то, что подобное соглашение о подсудности со вторым ответчиком не было достигнуто, а то соглашение, которое в договоре со вторым ответчиком, оно вообще конкретный суд не определяет. И видимо, это было связано с тем, что второй ответчик это организация, и подразумевалось, что речь будет идти об арбитражном суде, который в Санкт-Петербурге один. Но мы даже откладывали это дело, и обсуждал его в Верховном суде, там как-то как раз в том числе и со ссылкой на вот этот пункт обзора судебной практики по ОСАГО, там вот считают судьи, что в подобной ситуации, ну вот, во-первых, здесь вообще второй ответчик согласился с тем, что спором может рассматриваться в Петербурге, а следовательно его интересы никак не нарушаются тем, что будет выбран именно конкретный суд в Санкт-Петербурге, который согласован был у кредитора с вторым, с другим ответчиком, вот, но во всяком случае, по мнению судей Верховного суда, вот, один из ответчиков лишен возможности влиять на выбор подсудности, потому что кредитор, даже по общим правам подсудности, вправе обратиться к своему выбору в суд по месту нахождения любого из ответчиков, соответственно, право выбора предоставлено кредитору, другой ответчик на него влиять не имеет возможности, и поэтому его права не будут нарушены, даже если, например, у кредитора с каждым из ответчиков, с каждым, допустим, солидаром должников, достигнут отдельное свое собственное соглашение о подсудности, и он в нарушение этого соглашения, достигнутого с одним из них, идет в суд по подсудности определенные соглашения с другим своим должником. это не представляется довольно сомнительным, этот подход, но тем не менее, вот, как-то считается, что это допустимо. Я-то вот вижу и другие варианты аргументации, мне все-таки кажется, что здесь можно было бы отталкиваться, во-первых, от принципа диспозитивности, что стороны вправе по своему усмотрению, своей воле и своему интересе реализуют свои гражданские права и обязанности, гражданские права, точнее, вот, и вот это право, допустим, предъявить иск каждому в отдельности из солидарных должников или ко всем им вместе, оно предоставлено кредитору, и это его право, а не обязанность. Соответственно, этим правом он по этому принципу диспозитивности имеет возможность свободно распоряжаться, и ничто не мешает ему заключить с каждым из солидарных должников отдельное соглашение подсудности, и он должен им руководствоваться, потому что договоры должны исполняться, и ничего страшного не будет, если он в силу такого соглашения вот лишает себя возможности предъявить требования ко всем солидарным должникам совместно. Ну, тем не менее, вот, подобный подход как-то в судебной практике не находит, не усваивается, и поэтому у нас до сих пор вот получается такие несколько сомнительные ситуации, но в итоге в том деле, о котором я рассказываю, по крайней мере, мы отменили определение и сочли, что предъявление исков по соглашению достигнут самих из ответчиков допустимых. Я, кстати, поскольку вот на эту тему заговорил, я еще хотел упомянуть, чтобы потом не забыть об этом, вообще о теме вот взыскания солидарных должников, а также о некоторых других случаях, когда нужно при наличии уже существующего судебного решения предусмотреть порядок исполнения этого решения во взаимосвязь с каким-то другим, который принимается. Вот у судей и у участников процесса это иногда вызывает определенные сложности. Вот, например, когда уже ранее был предъявлен иск к одному из солидарных должников, предположим, арбитражный суд, и получил уже решение по этому иску, а потом, пользуясь своим правом на предъявление и требования каждому должнику в отдельности кредитор обращается допустим в суд общей с декцией с требованием аналогичным к поручителю. Вот как быть с тем, что уже существует решение, которым такое же денежное обязательство, так сказать, другое должник присужден к исполнению этого обязательства в пользу кредитора. Представляется, что в этом случае нужно именно в решении во втором предусматривать, что взыскание по нему должно считаться солидарным по отношению к тому взысканию, которое ранее предусмотрено решением другого суда. и, соответственно, в случае, если будет возбуждено исполнительное производство, то соответствующее указание будет звучать в исполнительном листе, и пристав исполнитель на стадии исполнения должен иметь в виду, что кредитор получает, может получить такие же просчитающиеся денежные средства от другого лица и должен либо объединить эти исполнительные производства в одно, либо просто получать информацию о ходе другого исполнительного производства, чтобы избежать образования неосновательного обогащения у кредиторов. И, надо сказать, что такой подход подтверждается правовыми позициями, которые содержатся в постановлении Пленного Дерховного Суда в обязательствах их исполнения от 22 ноября до 16-го года. Там, сейчас, секундочку, я открою. Про солидарную обязанность тут у нас было. Извините, что-то за паузу такую, что-то я специально для себя отмечал в этом постановлении соответствующие разъяснения, и сейчас не могу их найти. Но они совершенно точно там есть, как раз там указано в том числе и относительно необходимости объединения исполнительных производств. А вот оно, это у нас пункты 49-й, 50-й, постановление вот этого от 22-го ноября 2016-го года. Здесь, в частности, говорится о том, что наличие решения суда, это пункты 50-й, которым удовлетворены те же требования кредитора против одного из солидарных должников, не является основанием для отказа в иске обзыскания долга с другого солидарного должника, если кредиторам не было получено исполнение в полном объеме. В этом случае в решении суда должно быть указано на солидарный характер ответственности и на известные суду судебные акты, которыми удовлетворены те же требования к другим солидарным должникам. А дальше в пункте 51-м как раз говорится про объединение исполнительных производств, возбужденных по требованиям одного и того же кредитора и об одном и том же обязательстве. И тут указано, в частности, что если требования кредитора будут удовлетворены одним из солидарных должников, кредитор действует добросовестно, должен обратиться с заявлением о возвращении исполнительных документов в отношении остальных должников оканчиваются судебным приставом. Тут указаны основания. В случае неисполнения этой обязанности и получения исполнения с других судебных должников обязан вернуть неосновательно полученные и возместить убытки. И уже ближе к теме про страхование я могу привести пример недавно рассмотренного дела, когда гражданка у которой автомобиль был поврежден в результате происшествия обратилась в суд с иском к непосредственному причинителю вреда, поскольку за счет страховой выплаты по договору ОСАГО вред не был возмещен полностью. И соответственно она просила взыскать с него непокрытую страховой вредой разницу. и было решение вынесено о взыскании этой суммы с непосредственным причинителем. А затем потерпевшая выяснила, что у этого непосредственного причинителя оказывается был еще и договор добровольного страхования ответственности помимо обязательного страхования причем с другим страховщиком. и выяснив это она ведь даже там по делу было видно, что они согласованно действовали то есть и сам причинитель вреда и она обратилась в страховую компанию за страховавшую ответственность по договору добровольного страхования за выплаты страхового возмещения. И эта страховая компания даже заплатила определенную часть, которую она сочла подтвержденной часть ущерб. А истица была не согласна с этой выплатой и просила взыскать со страховой компании по договору добровольного страхования остаток ущерба не оставшийся не возмещенным. И суд отказал в этом иске ссылаясь на то, что есть решение вынесенное в пользу юстиции о взыскании с непосредственно причисли вреда. Вот представляется, что и мы с этим не согласились в апелляционном определении по этому делу как раз такая позиция заложена, что эти обязательства, хотя и имеют одно и то же основание, они тем не менее самостоятельны. И вот то, что существует решение суда, присуждающее непосредственно причиной вреда к исполнению обязанностей по возмещению вреда, это в какой-то степени даже может быть подтверждением того, что у потерпевшего есть право требовать выплаты от страховщика, застраховавшего ответственность причиной вреда. И в некоторых случаях даже в самих условиях договора страхования, вот этого добровольного страхования ответственности, или в правилах страхования прямо прописывается, что право потерпевшего на возмещение должно быть подвержено судебным решением. То есть иначе говоря, получается, что прямо сам страховщик указывает, что наличие этого решения никак не освобождает, а наоборот подтверждает его обязанность произвести по заявлению потерпевшего страховой выплаты. И здесь проблема возникает техническая, связанная с тем, чтобы как-то согласовать между собой исполнение этих двух решений и исключить образование неосновательного обогащения у потерпевшего. Вот, соответственно, в этом случае мы сочли, что можно просто записать в резолютивную часть решения. Здесь не будет интересный момент в том, что здесь не будет солидарной ответственности. Здесь у каждого самостоятельно, но вместе с тем исполнение любой из их обязанностей покрывает ущерб у кредитора и, соответственно, получается, что прекращает обязательство другого должника. И поэтому мы вот как раз в определении указали, что взыскиваем со страховой компании ту сумму, на которую опресентовала истица, но не более остатка задолженности, которые существуют у непосредственно причинники в рамках возбужденного к тому времени исполнительного производства. И также предусмотрели, что исполнение обязательства страховщика по настоящему апелляционному определению влечет за собой прекращение погашения задолженности непосредственно в рамках исполнительного производства, на котором мы указали в апелляционном определении. То есть здесь представляется, что это именно такой технический вопрос, связанный с тем, как описать, как организовать исполнение этих двух решений, так, чтобы они не привели к образованию основательного обогащения у потерпевшего. Но, во всяком случае, само их существование, параллельное двух решений, в такой ситуации, как представляется, не исключено. Вот. Сюда я свой план занятий потерял, вопросы своих открытий. Далее у нас из тех актуальных вопросов, которые возникают по этой категории дел, связанных со страхованием, это вопрос об утрате товарной стоимости, о ее возмещении. Он, еще актуальность приобрелся с тем, что в этом году в закон БОСАГО внесены изменения, направленные на то, чтобы вообще свести к минимуму случаи денежных выплат со стороны страховщика в пользу потерпевших. И там суть этих изменений сводится к тому, что, как правило, ущерб возмещается в натуральной форме путем организации оплаты страховщиком ремонта поврежденного транспортного средства по его направлению на соответствующие станции ремонтной организации. И возможно, что мы, кстати, пытались обсудить с Верховным Судом вопрос о том, сохраняя ли силу правые позиции, которые изложены в постановлении пленда по ОСАГО, где написано, что утрата товарной стоимости это тоже прямые убытки, и что они тоже подлежат возмещению в пределах страховой суммы, установленной законом об ОСАГО. И вопрос в том, сохраняет ли эта позиция действия в условиях нового правового уровня, когда потерпевшему предоставляется только право натуральное возмещение убытков. Ну, пока что она не пересмотрена, и судьи ее придерживаются, хотя мне было сообщено, что там готовится то ли новый пленум по этой категории дел, то ли возможность внесения изменений в уже существующее постановление пленума, и возможно, что какие-то изменения именно этой позиции появятся. Но на сегодняшний день за потерпевшими признается право, в том числе и в случае, когда он получил направление на ремонт и отремонтировал автомобиль, право поставить вопрос о дополнительном возмещении убытков в виде утраты товарной стоимости. Далее, с той же самой утраты товарной стоимости интересный вопрос возник по спору вытекающему из отношений добровольного страхования, когда страхователю при запрещении договора было предоставлено возможности выбора, будет ущерб возмещаться с учетом утраты товарной стоимости, размер страховой выплаты определяться, или без учета. И была проставлена соответствующая галочка в соответствующей графе договора, а условия договора были таковы, что этот выбор влиял на размер страховой премии. В этом случае, когда страхование добровольное, то и когда потребителю предоставлено право выбора, не вызывает особых сомнений, то, что подобные условия договора подлежат применению, и вот это право получить возмещение убытков в виде утраты товарной стоимости автомобиля, оно не является безусловным, и сторона договора вправе ограничить размер страховой выплаты любым способом, будь то в абсолютной величине, будь то путем исключения из нее каких-то определенных составляющих убытков. В том числе это касается и вопроса учета износа, если потерпевшему было предоставлено право выбора, и на этот счет есть разъяснения в действующем постановлении премьерного суда по осаду. Только при реализации права на обандон в посмысле этих разъяснений выплата производится в полном, в размере полной страховой суммы, а не без учета износа. Но надо сказать, что сейчас страховщики все равно применяют определенные механизмы, которые позволяют учитывать этот самый износ. У некоторых страховщиков появилась такая форма, как габ-страхование, когда специальные условия в договор включаются, о том, что ущерб будет вознащаться без учета снижения стоимости имущества в процессе его эксплуатации. И вот это условие, оно предполагает какой-то увеличенный размер страховой премии. И пока что судебная практика не ставит под сомнение за подрость включения в договор подобных условий. С этой самой утраты товарной стоимости еще связан интересный вопрос, который в рамках конкретного дела возникал. Там после того, как автомобиль, застрахованный по договору добровольного страхования, был погрежден ДТП, потерпевший обратился к страховщику за страховой выплатой. У них в договоре было предусмотрено, что она осуществляется в форме организации оплаты ремонта на станции по направлению страховщика. Такое направление было выдано. Потом там, как водится, довольно долгое время потребовалось на то, чтобы согласовать итоговую стоимость этого самого ремонта и объем необходимых ремонтных воздействий. и ремонт затянулся. ДТП был в августе 2014 года, а завершенный ремонт был только в феврале 2013 года, потому что страховщик долго это согласовал. Но в итоге автомобиль был получен ремонтированный, а еще через полтора года, в августе 2016 года, страхователь решил все-таки прийти еще и за утра товарной стоимости. Он получил соответствующее заключение, независимое экспертной организации и сначала обратился в страховщику с заявлением о дополнительной страховой выплате, а затем, подождав некоторое время необходимое для ответа, обратился в суд тогда же в августе 2016 года. И суд отказал в этом иске, сославшись на исковую давность. Он исчислил ее с момента ДТП. ДТП было там 4 августа, а в суд гражданин пришел соответственно там числа 20-го. И суд применил двухгодичный срок исковой давности. Мы с этим не согласились по той причине, что в постановлении Пленок Ирховного суда по спорам связанным с добровольным страхованием имущества там есть прямые разъяснения о том, что исковая давность подождет исчислению только с момента, когда наступил срок исполнения обязательства страховщика, предусмотренный договором, и оно не было исполнено или было исполнено не в полном объеме. то есть в течение срока давности связывается не с самой возможностью обращения к страховщику за страховые выводы, то есть не с наступлением страхового случая, а с тем, какие сроки рассмотрения этого заявления установлены договором и в какие сроки оно реально было рассмотрено и реализовано обязательство страховщика, а в том деле, об этом и рассказываю, как я уже объяснил, там направление на ремонт, естественно, было выдано не в августе, а в сентябре, а ремонт производился вообще до февраль, и, соответственно, с тех пор двухгодичный срок никак не истек, ни к моменту, когда он обратился к страховщику, за дополнительные страховые выплаты, ни к моменту возбуждения споров в суде. Потом есть еще довольно регулярно встречающаяся проблема, связанная с учетом вот этих пресловутых 10% разницы между заявленными потерпевшим убытками и страховой выплатой. На эту тему есть разъяснение в постановлении Пленума Верховного суда по обязательному страхованию ответственности, где обращается внимание судов на методику, утвержденную Центробанком, методику определения размера стоимости ремонта. И здесь говорится, что в случаях, когда разница между фактически произведенной страховщиком страховой выплатой и предъявленной из сон требований составляет менее 10%, необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3-5 методики расхождения в результатах расчетов размера расходов новостовителя ремонта, выполненных различными специалистами, образовавшиеся за счет использования различных технологических решений и погрешностей, следует признавать находящимися в пределах статистической достоверности. Вот практика показывает, что суды довольно склонны так формально механистически трактовать вот это разъяснение и соответствующий пункт методики и просто грубо сравнивать вот либо размеры исковых требований с размером страховой выплаты, либо ту стоимость восстановления ремонта, которая в итоге определена на основании заключения судебной экспертизы с размером страховой выплаты и в случае, когда разница меньше 10%, отказывать выиски со ссылкой на вот это разъяснение на пункт методики. Но дело в том, что здесь говорится именно о расхождениях, обусловленных использованием различных технологических решений и погрешностей. А это значит, что не освобождается ни суд от необходимости анализировать доказательства и, соответственно, у сторон есть возможность ссылаться на это и смотреть, чем в действительности вызвано вот это расхождение. Потому что нередко оно обусловлено отнюдь не какими-то различными подходами к оценке и погрешностями, а фактическими ошибками. То есть тем, что из состава деталей подлежащих замене исключена какая-то конкретная дорогостоящая деталь, которая однозначно нуждалась в замене, а вот она не учтена. А это приводит соответственно к уменьшению суммы стоимости ремонта и естественно отвечает интересам страховщика, поскольку позволяет ему немножко уменьшить размер страхового выплаты. Главное, чтобы это было в пределах 10%. Но вот в том случае, когда подобное расхождение обусловлено именно фактической ошибкой, естественно, что это не является основанием для отказа выски, а нужно взыскивать в том числе и доплату, если она находится в пределах этих самых 10%. Другое дело, что это означает, что надо сторонам не ограничиваться какими-то общими фразами в операционных жалобах или в своих объяснениях по делу, а нужно уделять внимание анализу самого экспертного заключения и пытаться выявить, чем же именно обусловлено расхождение и обосновывать то, какие там возможно допущены фактические ошибки в расчетах и мотивировке. Это вот что касается 10%. Ну, о том, что Конституционным судом принято постановление относительно порядка учета, точнее, не порядка, а возможности учета износа в случае, когда возникает спор с непосредственным причинительным вреда о возмещении ущерба в части непокрытой страховой выводы. Я думаю, все знают и суть этого постановления правовых позиций, которые в нем изложены, сводится к тому, что это совершенно два разных вида отношений и государство, вводя институт обязательного страхования, имеет возможность самостоятельно определить условия этого страхования и в том числе ограничить размер страховой суммы, ограничить состав и порядок обреления убытков, которые прижат размещению, учету при расчете страховой суммы. но это никак не влияет на те деликтные отношения, которые существуют с непосредственной причиной грета. И там в тех отношениях у нас действуют общие подходы, которые сформулированы и в Гражданском кодексе на сегодняшний день, и в постановлении Принга Верховного суда по применению раздела первого части Первого Гражданского кодекса, и еще то же самое воспроизведено в постановлении Принга об ответственности за нарушение обязательств, которое принято в ноябре 2016 года. И смысл сводится к тому, что убытки возмещаются в полном размере, в том числе и в случаях, когда для ремонта использованы новые детали, должны быть использованы новые детали. Единственным возможности защиты против требований из-за такой ситуации для ответчиков связывается с обоснованием того, что ремонт возможен иным способом, более разумным, и с меньшими затратами в восстановлении нарушенного права возможно. Вот. Далее у нас неустойка и штраф, но это, я в общем, думаю, что это особых уже трудностей не вызывает, поскольку известно, что неустойка по закону о защите прав потребителей за нарушение срока оказания услуги, она исчисляется исходя из цены услуги и в случае, когда потребитель предъявляет в рамках отношений по договору страхования соответствующие требования обзыскания неустойки по мнению Верховного Суда, несмотря на то, что обязательства страховщика может носить исключительный денежный характер, тем не менее, вот не за потребителем признается право не только на проценты за пользование чужими медитинами средствами, но и право на обзыскание неустойки по закону защиты прав потребителей, но она определяется ценой услуги, а ценой услуги признается размер страховой премии, соответственно, если потребитель желает, то он может потребовать этой неустойки, но считать ее нужно только из размера страховой премии, и, соответственно, потребителю нужно выбирать, а может быть, даже потребовать одновременно и того, и другого, вот ограничиться взыскательные неустойки по закону защиты потребителей, или еще и потребовать процентом за пользование чужими денежными средствами, которые могут оказаться и выше, исходя из того неисполненного денежного обязательства или исполненного с просрочкой, которая существовала у страховщика. То же самое я, в общем-то, уже прошелся по теме страхования. И если будет вопрос, мы к ним еще вернемся. Вот что касается цены услуги, можно на этом как раз перейти к следующему пункту моей программы. Это отношения по договору банковского вклада. Там тоже в случаях, когда граждане предъявляют требования в исполнении договора о возврате суммы банковского вклада, внесенного, они иногда требуют взыскания этой самой неустойки и исчисляют ее, естественно, исходя из суммы денежного обязательства. Но очевидно, что нельзя приравнять сумму вклада к цене услуги, потому что цена – это то, во что эта услуга обходится заказчику, а сумма вклада ни в коем случае не является расходами заказчика, и она подлежит возврату в полном объеме по требованию вкладчика. Соответственно, если попытаться увидеть, что же является ценой услуги в договоре банковского вклада, то мы вряд ли сможем ее найти. И там есть рассуждение о том, что в теории, что банк получает доход от этого вклада, причем его размещение, и что возможно для него именно это, оказывается, на этой почве может быть определенная цена услуги. Но тем не менее, на мой взгляд, если сам вкладчик никаких расходов в связи с оказанием этой услуги не несет, а наоборот должен получать доход в виде процентов по вкладу, то ни о какой цене услуги говорить не приходится. И поэтому и в неустойку по договору банковского вклада, и в неустойку, безусловно, в статье 28 закона о защите прав потребителей, изыскивать нельзя. Ну, относительно комиссии за ведение судного счета, эта тема уже знакомая, потому что есть обзор средней практики, изданная еще в 2013 году по отношениям, связанным с лидерными обязательствами, и там вот есть довольно развернутое суждение относительно квалификации условий договора как ничтожных, и относительно порядка применения последствий действительности таких условий, что если с момента, когда началось исполнение договора, прошло больше трех лет, то не может гражданин требовать возврата уже уплаченных комиссий, но тем не менее можно прихватить их в уплату на будущий период, а также отказать банку во взыскании задолженности, частично путем исключения из нее вот этих самых комиссий, установленных неправомерно. Но тем не менее нужно отличать различные комиссии, потому что я вот, будучи верховным суде, там присутствовал на судебных заседаниях, и там конкретное дело рассматривалось, когда суд присудил в пользу гражданина компенсацию с банка, сославшись на то, что взимание комиссии неправомерно, но при этом совершенно не определил, собственно, за какую именно услугу эта комиссия взималась, какого рода счет ввелся банком, а у нас, как известно, неправомерно обсчитается только взимание комиссии и заведение судного счета, поскольку это не является самостоятельной банковской услугой, а вытекает из самого факта предоставления кредита и из необходимости учитывать обязательства заемщика. А есть и другие услуги, связанные с введением текущего счета или с введением счета карты, там с кредитными картами и так далее. И вот как раз по подобным услугам взимания комиссии, законное взимание комиссии никогда не ставилось под сомнение. Вот. Теперь я хотел перейти к последнему постановлению пленума Верховного суда, которое принято совсем недавно в этом году. и касается взимания платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Это тоже довольно такая взлободневная тема. Надо сказать, вот если говорить про последнюю практику и про последние изменения в законодательстве, то сейчас еще должно быть скоро принято постановление пленума Верховного суда по делам, связанным с ограничением и лишением рейдских прав. Оно обсуждалось на пленуме Верховного суда 17 октября, но оно еще не принято, а там дорабатывается. Но в целом оно скоро появится. Соответственно, вот тоже нужно иметь в виду, что будут такие разъяснения. Там, правда, чего-то радикально нового нет. Там есть некоторые разъяснения, касающиеся порядка реализации возможности отобрания ребенка по решению административных органов без вмешательства суда и указаны на критерии вот такой административной процедуры, на критерии допустимости отобрания ребенка. Вот это в этой части вызывает определенный интерес это постановление. И ряд других, актуализировано ряд других суждений, которые и в предыдущем постановлении по этой категории дел были изложены. Надо, кстати, там упомянуть о том, что по этим делам, связанным с отобранием ребенка, там, механизм правового регулирования таков, что допускается, когда непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка появляется органами обеих общества, то допускается отобрание ребенка вот на основании административного акта. Но там же написано, что в этом случае не позднее, чем семидневные сроки, должен последовать иск о лишении рейских прав или об ограничении рейских прав. И, соответственно, вот это как раз и является механизмом обеспечения защиты интересов родителей, то есть не может на основании вот этого административного акта ребенок удерживаться бесконечно, без предъявления риска. И это вот такое самое главное, что это постановится ложным. А я возвращаюсь к постановлению Пленного Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 года, номер 22, о некоторых вопросах, рассмотрении судами, спорах по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами на квартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности. Здесь, ну, во-первых, обращает на себя внимание разъяснение о том, что на отношения по предоставлению коммунальных услуг распространяются нормы законодательства защиты прав потребителей. И это, в общем, уже подход, который воспринят судебной практикой. Здесь разъясняются вопросы подсудности, указывается на то, что требования обзыскания суммы задолженности по оплате жилого помещения коммунальных услуг, не превышающие 500 тысяч рублей, были от рассмотрения в порядке приказного производства. И специально вот разъяснено, что иски о перерасчете платы в связи с показанием коммунальных услуг ненадлежащего качества, они, их подсудность определяется исходя из цены иска и могут они оказаться подсудными, соответственно, мировому суде. А если речь идет об определении порядка вне семьи оплаты, то есть об определении доли участия от каждого из собственников или бывшего члена семьи, нанимателя или собственника злоупрещения в оплате, то это иск непролежащей оценки и он подсуден районному суду. Также здесь указывается на то, что по общему правилу требования обзыскания задолженности по оплате нанимательными собственниками жилого помещения и коммунальных услуг рассматриваются по месту жительства ответчика. Иски нанимателей могут привляться также в суд по месту жительства их или по месту требования исца, то есть имеется в виду какие-то требования, связанные с качеством услуг, именно потому что они рассматриваются как требования потребительского характера и поэтому на них распространяются те гарантии судебной защиты, которые установлены для потребителей. Здесь надо упомянуть о том, что вообще вот это разъяснение, которое в пункте 7 содержится относительно общих правоподсудностей для исков о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунального услуга, а они наводят на такие мысли. Дело в том, что у нас в статье 30-й Джанского процессуального бодекса Российской Федерации предусмотрена исключительная подсудность для исков о правах на различные объекты недвижимости, впрочем, связанные с землей, в том числе на жилые помещения. И у судов, как правило, определенные сложности возникают при решении вопроса о том, какой иск считать иском о правах на объект недвижимости, а какой нет. И эта тема, она приобретает самые разные вариации, потому что, например, вот у нас есть такая категория споров, как, например, оспаривание решения общего собрания собственников помещений на партнерном доме. И, как известно, это самое общее собрание, оно представляет собой орган управления над недвижимым домом, при том, что само объединение собственников может никаким юридическим статусом не обладать. Когда в доме созданы товарищи собственников жилья, тут все более-менее понятно и относительно просто. Хотя тоже еще вопрос, можно ли, допустим, товарищи собственников жилья рассматривать надлежащего ответчика по спору об оспаривании решения общего собрания собственников, в котором, как известно, принимают участие не только члены ТСЖ, но и другие собственники. И, соответственно, возникает вопрос подсудности. Тут еще нужно упомянуть о том, что ведь и сами решения эти оспариваются по самым разным основаниям. Некоторые из них оспариваются по мотивам тем, что, допустим, оно доказывается вообще подложность вот этого решения. То есть указывается, что подобного собрания вообще не происходило, а кто-то вот изготовил сфалифицированный документ, оформляющий результаты этого собрания. В некоторых случаях указываются какие-то процедурные нарушения или, может быть, правильность нарушения компетенции общего собрания при решении тех или иных вопросов. И, соответственно, это уже иск об оспаривании реально состоявшегося решения. И вопрос с подсудностью, соответственно, возникает. Если учесть, что у этого объединения собственников нет юридического лица, то, во-первых, в первую очередь возникает вопрос о надлежащем ответчике, о том, кто же надлежащий ответчик, а во-вторых, вопрос подсудности. Так вот, если даже отвлечься от надлежащего ответчика, это вопрос вообще очень спорный, и он даже не нашел своего отражения в постановлении пленума по разделу первого части первого века, хотя в проекте там были некоторые суждения на этот счет. Так вот, если задуматься, то окажется, что общее собрание собственного помещения в новопадельном доме, его основной задачей является управление общим имуществом. Оно, конечно, может решать и другие некоторые вопросы, но основной задачей является управление общим имуществом. И получается, что вот эти нормы жилищного кодекса, регламентирующие порядок проведения общего собрания, его компетенцию и другие вопросы, они фактически являются специальными по отношению к нормам гражданского кодекса, которые регламентируют владение и распоряжение общим имуществом, где написано, что там оно осуществляется по согласию всех собственников, а при достижении в порядке установленного судом. И здесь вот это проведение общего собрания фактически является формой реализации правомочий собственников по управлению и распоряжению своим имуществом, общим имуществом. И если смотреть на эту ситуацию с этой точки зрения, то оказывается, что это тоже спор, спор об оспаривании подобного решения, это тоже спор о правах собственности, о правах на объекты недвижимости, потому что это спор о реализации этих прав. Он вытекает из реализации права собственности или связан допустим с защитой этого права, если речь идет об оспаривании какого-нибудь решения, по которому объект общего имущества передан в пользование другим лицам или может быть какие-то ограничения в пользование или в порядок пользования установлен. Представляется, что по этому признаку такие споры безусловно должны рассматриваться по месту нахождения объекта недвижимости, а иначе окажется, что в поисках надлежащего ответчика мы можем уйти и спорить по поводу дома или решения общего собрания, принятого в Санкт-Петербурге, где-нибудь по месту жительства какого-нибудь гражданина, который может быть зарегистрирован на Камчатке, но при этом быть собственником помещения в Санкт-Петербурге. И это не разумно. И даже если учесть, что объединение собственников не имеет никакого юридического лица, то тем не менее надлежащим ответчиком по такому иску, по большому счету, является все это объединение. А местом нахождения этого объединения, безусловно, является сам объект недвижимости, где оно существует, а не место жительства каждого из граждан, которые это объединение составляет. Я это говорю к тому, что вот это понятие спора о правах на недвижимость, оно, на мой взгляд, должно трактоваться широко. И речь идет не только об оспаривании чужого права собственности или об отстаивании своего права собственности, но и о любом споре, который вытекает из права собственности, в том числе о реализации прав собственников. И я это говорю потому, что вот возможно следует все это законодательство предусмотреть, что спор о реализации прав, связанных с жилым помещением или с объектом недвижимости, в том числе и спор об оплате такого помещения, может рассматриваться не только по месту жительства ответчика, но и по месту нахождения его имущества, то есть объекта недвижимости. Это вот по поводу пункта 7-го постановления пленного. Но, тем не менее, там указывается на применение общих правоподсудностей именно по спорам, связанным с засканием задолженности по оплате жилого помещения. Ну, далее вот какие здесь обращают на себя внимание разъяснения. Здесь вот в пункте 12-м говорится о том, что обязанность сносить плату за содержание текущего ремонта общего имущества возникает независимо от факта пользования таким имуществом, например, лифтом. Иначе говоря, вот уже давно существовавший в практике вопрос, связанный с тем, должны ли собственники помещений, расположенных на первом, там, втором этаже, которые не пользуются лифтом, платить за содержание такого имущества. Вот на него на сегодняшний день есть ответ прямой в пункте 12-м в постановлении Френума, и понятно, что он положительный. Также указывается, вот интересное разъяснение содержится в статье 16-й, в пункте 16-м о том, что при разрешении споров, связанных с внесением платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в налогативном доме, услуги и работы по управлению таким домом следует учитывать, что утвержденный общим собранием собственников размер платы не может устанавливаться произвольно, должен обеспечивать содержание общего имущества в налогативном доме в соответствии с требованиями законодательства, отвечать требованиям разумности. Вот представляется, что это разъяснение, оно имеет значение для случаев возникновения спора относительно порядка опрения состава тех услуг, которые оказываются собственникам в налогативном доме и оплата которых предусмотрена на общем собрании. У нас иногда в случае изображения подобных споров ответчики предъявляют возражения или исты, если они, допустим, оспаривают какое-нибудь решение общего собрания, предъявляют доводы о том, что та или иная услуга, она не требуется охрана, предположим, или какой-нибудь домофон или консьерж. И вот здесь как раз говорится о требованиях разумности. А что это означает? То, что если вы оказываетесь собственником помещения в определенном налогативном доме, вы оказываетесь участником определенного гражданства правого сообщества, и волей-неволей вы должны подчиняться тому, как большинство из этих участников этого сообщества видит необходимые для комфортного и безопасного проживания услуги. И если общее собрание сочло, что в доме нужен, допустим, шлагбаум, какое-то ограждение территории и какие-то еще виды услуг, которые повышают комфортность и безопасность проживания, то вот спорить с такими решениями невозможно. Другое дело, что можно пытаться оспаривать их по мотивам неразумности расходов. То есть, например, доказывать, что те или иные расходы, установленные решением общего собрания, они слишком завышены, и что науки, допустим, те же самые услуги можно приобрести по значительно меньшим ценам. Это аргумент вот как раз укладывается в разъяснение пленума относительно разумности, но относительно самой необходимости использования подобных услуг. Представляется, что правовое значение имеет именно волеизъявление большинства собственников. То, что управляющая компания не может в одностороннем порядке менять условия договора и навязывать собственные какие-то услуги, которые не предусмотрены решением общего собрания. Об этом вот говорится в пункте 17 постановления пленума. Здесь также вот указывается в пункте 21 на последствия оказания услуг ненадлежащего качества о том, что потребитель вправе потребовать от лица возмещения убытков, уплаты неустойкой, денежной компенсации морального вреда и штрафа. И здесь вот тоже нужно иметь в виду, что подобные санкции, они рассчитываются исходя из цены услуги. То есть не впоследствии, так сказать, ее не оказания в виде убытков, а именно цена услуги. То есть та статья в платежном документе, где написано, сколько гражданин за тот или иной вид услуг платит. И в зависимости от этого должна определяться неустойка вот в соответствии с разъяснениями, которые приведены в пункте 21. Далее, ну, уже известна позиция о том, что обязанность по оплате жилого облачения возникает либо с момента заключения договора социального найма, либо с момента возникновения права собственности, либо с момента, когда участник удалевого строительства передано жилое помещение от застройщика. Далее здесь указывается на пункте 25. Вот содержится важное разъяснение, касающееся отношений с бывшим жилем семейного нанимателя. Здесь вот такие интересные фонографики содержатся. Бывший жилем семейного нанимателя, сохраняющий право пользования жилым помещением, самостоятельно отвечает по обязательствам, связанным с оплатой жилого помещения и коммунальных услуг в случае заключения с нанимодателем и нанимателем соглашения, определяющего порядок и размер его участия в расходах. В случае отсутствия такого соглашения суд вправе определить размер расходов бывшего члена семейного нанимателя по оплате жилого помещения, исходя из приходящейся на него доли общей площади всего жилого помещения с учетом количества лиц, имеющих право пользования. При этом на нанимодателя возлагается обязанность заключить с бывшим жилинским нанимателем, соответствующим соглашению и выдать ему отдельный платежный документ на оплату. Вот о чем здесь говорится. У нас чаще всего в случае возбуждения спора о взыскании оплаты жилого помещения проблема возникает в связи с тем, что кто-то из ответчиков заявляет, например, что он уже не состоит в семейных отношениях с нанимателем или собственником и, соответственно, хотел бы самостоятельно отвечать по своим обязательствам. На мой взгляд, в этом пункте говорится не о том, что мы в случае возбуждения такого спора должны взыскать в долевом отношении задолженность, а не в солидарном. А здесь говорится именно о том, что самостоятельная ответственность возникает при наличии соглашения. Если его нету, то можно в судебном порядке потребовать его заключения или просто определение в судебном порядке доли расходов соответствующего лица, собственника, либо в совершении семьи в оплате. Но если этого соглашения нету, то за предыдущий период мы должны взыскивать их солидарно, как представляется. Потому что даже здравый смысл подсказывает, что ведь у нас по постановлению Пленного Верховного Суда о применении жилищного кодекса, там есть разъяснение, касающееся понятия семейных отношений. И там говорится о том, что это отношение основано на уважении, любви, на общем хозяйстве и так далее. Так вот, если учесть, что у нас семейные отношения могут существовать не только между супругами, но и между самыми разными лицами и родственниками, то оказывается, что мы можем очень сильно увязывать в споре, если будем исследовать, все-таки существуют здесь самые семейные отношения, допустим, между братом и сестру, или они там прекращены и когда прекращены. Соответственно, на мой взгляд, это разъяснение, которое в пункте 25 содержится, оно ориентирует нас на то, что долевая ответственность по обязательствам наступает тогда, когда уже есть соглашение, либо когда оно в среднем порядке, вот добились определения порядка участия в этих расходах. Но пока этого нету и подобного обращения в суд не было, мы за прошлый период, образующую задолженность, должны взыскать солидарных, представляете. Что тут еще важного? Вот здесь в пункте 27 говорится следующее. Сособственники жилого помещения в накладленном доме несут обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг соразмерно их доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение. Идет ссылка на статью 249 ГК. По смыслу статьи 155 и статьи 249, каждый из таких сособственников в праве требует заключение с ним отдельного соглашения, на основании которого вносится оплата за жилое помещение. Вот здесь получается, исходя из этого разъяснения, что независимо от воли жилищно-институционной организации и от того, что для нее объект договора является, может быть, фактически неделимым и она оказывает услуги в отношении всего жилого помещения, тем не менее у нее возможности изыскивают только в долевом отношении, а не в солидарном с участниками общей долевой собственности на жилое помещение. И это вот вытекает из статьи 249 Гражданского кодекса о соразмерной доле участия в расходах по содержанию общего имущества. То есть там как раз солидарной ответственности не наступает. Далее вот важное разъяснение содержится в пункте 28, где говорится, что если собственником жилого помещения является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители, независимо от факта совместного с ним проживания. И здесь приводится ссылка на статьи 21, 26 и 28 Гражданского кодекса и 56, 60 и 64 семейного кодекса. То есть эта обязанность, она выводится из, фактически, из обязательства родителей по содержанию своих детей. Интересно, что получается, что такой же подход будет универсальным, в том числе и в случае, когда у ребенка большое количество имущества в собственности по каким-то предусмотренным законным основаниям оказывается. И когда речь идет не о квартире, которая непосредственно для его проживания используется, а о каких-то иных объектах, вот их может быть сколько угодно. И в этом случае получается, что данное разъяснение именно на родителей возлагает ответственность по обязательствам собственника несовершеннолетнего. Ну, может быть, это даже и разумно, хотя несколько сомнительно, может быть, с точки зрения правового обоснования, но разумно, потому что все-таки управление таким имуществом, как правило, осуществляется именно родителями. Они имеют возможность контролировать доходы от использования этого имущества. И поэтому, возможно, и справедливо возложение на них обязанностей по содержанию и исполнению всех обязательств несовершеннолетнего, связанных, вытекающих мыслях, владеть этими объектами. Вот. Здесь я бы хотел еще упомянуть о таком интересном деле, которое, вот я участвовал там в рассмотрении конституционной жалобы по этому делу, там стандартная достаточно ситуация, из вышеросположенной квартиры была залита водой нежеросположенная квартира, причиненная материальным шагом, причем на довольно большую сумму. Причиной залива явился разрыв гибкой подводки к мойке на кухне квартиры. То есть это оборудование, которое с точки зрения жилищного кодекса и правил содержания общего имущества, которое даже не по сравнению правительства, относится к зоне ответственности собственника злого помещения. У нас, как известно, только стояки, там до первых отсекающих ранах, и самих этих отсекающих ранах относятся к общему имуществу на квартиру нам вдоль. Вот. И проблема, значит, в том, что выживая расположенная квартира находится в общей долевой собственности двух граждан, один из которых признан недееспособным. И собственник недееспособным предъявил требование своей исковы к обоим собственникам выживая расположенной квартиры. Суд выяснил, что вот их двое, что один из них признан недееспособным. Произошло это еще до залива. Залив был в 2015 году. Летом признание недееспособным случилось в 2013 году осенью, потом в 2014 году, в феврале месяце, вот эта гражданка, которая вторая собственница, обращалась с заявлением о помещении вот этого недееспособного лица в психоневрологический интернат. И соответствующее постановление было принято органам опеки учительства, они, там из дела это не посморился, мы даже в районный суд обращались за информацией, в общем, оказалось, что это племянница и дядя, то есть недееспособное лицо это дядя. И они, видимо, все-таки были, проживали нам в качестве членов одной семьи. Ну так вот, и она вот добилась постановления органа опеки учительства о помещении его в психоневрологический интернат, но это постановление не было реализовано. Вот оно с 2014 года оставалось не реализованным, и в итоге он был помещен в ПНИ только в декабре 2015 года, то есть уже после залива. А на момент залива они там проживали вот совместно. Суд, разрешая этот спор, возложил ответственность за ущерб целиком на вот эту гражданку, собственницу одной четвертой доли. И обосновал это тем, что по СДК ответственность за вред, причиненный недееспособным лицом, несут его опекун или организация, куда он помещен под надзор. А поскольку в данном случае у него опекуна не было назначено, и организации соответствующей не было, то вот и некому отвечать за него. А поэтому все возложили на эту гражданку с одной четвертой доли. И на первый взгляд, она, жаловалась именно она и указывала, что нет никаких законных оснований для того, чтобы возлагать на нее полную ответственность, и что она должна в лучшем случае отвечать пропорционально своей доли. И на первый взгляд, вот, казалось, что она права, тем более, что есть в законе об опеке и пчительстве положение, об опеке и пчительстве положение, которое касается ответственности органа опеки и пчительства за лицо, вот, нуждающееся в установлении опеки, когда ему еще не назначен опекун. Но, тем не менее, вот, в передачу этого дела к рассмотрению пчительству было в итоге отказано определение судьи. И по таким вот мотивам. Во-первых, здесь возникает интересный вопрос о том, так вот, если анализировать ситуацию, возникает вопрос о том, что здесь ответственность основана не на действии каком-то повлекшем причине вреда, а на бездействии. Вот, если смотреть на эту ситуацию, пытаться ее правовую оценку дать, то оказывается, что когда чье-то имущество становится источником вредоносного воздействия для другого лица или его имущества, то положение гражданского кодекса об обязанности собственника содержать свое имущество во взаимосвязи с гражданским правовым понятием вины, под которой понимается то, что лицо, исходя из разумности и осмотрительности, приняло все меры для исполнения своих обязательств. Вот, в этом случае оно признается невиновным. Так вот, во взаимосвязи это означает, что мы должны презюмировать, что вот когда чье-то имущество стало источником вредоносного воздействия, то это произошло по причине его недержащего содержания. И опровергать эту презумпцию должны, соответственно, должен вот собственник этого имущества. И вот это как раз и позволяет обосновать ответственность. Хотя это на самом деле спорная конструкция, потому что у нас же общим основанием ответственности является вина, и вот в такой ситуации, когда разрывается там гибкая подводка, то вообще-то затруднительно говорить о каком-то разумной возможности предвидеть это. Более того, в некоторых случаях вообще известны ситуации, когда доказано, что какой-то производственный дефект стал причиной, так сказать, аварии. И если считать, что собственник отвечает за все, что происходит в его квартире, то тогда, получается, мы отступаем от общего принципа ответственности, виновный за время. Но здесь, тем не менее, вот такая конструкция. Значит, получается, что мы возлагаем ответственность на собственника, потому что презумируется, что вред возник в следствии немежащего содержания его имущества, и он не доказал, что не виноват в этом. Далее, именно от той мысли, что вред причем в следствии бездействия, мы переходим к тому, что вот эта гражданка, она была единственным дееспособным лицом, которая в той квартире на момент залива проживала. А ее дядя, признан дееспособным, он, в силу самого понятия дееспособности, он был лишен возможности самостоятельно осуществлять свои права и реализовывать свои, исполнять свои обязанности. И, соответственно, вот возможность того, чтобы он сам осуществлял действия, необходимые для содержания своего имущества, она отсутствовала. И в такой ситуации его участие в этом содержании могло состоять разве что участие в расходах, то есть вот в компенсации каких-то необходимых затрат на ремонт, на обследование, и инициировать подобные затраты должна была она, вот единственное дееспособное лицо. А раз это так, то оказывается, что действительно вот на него ответственность возложить нельзя, и здесь нету, кстати говоря, и совместного причинения, потому что о совместности можно говорить только когда он причинен действиями, а не бездействием. И вот поэтому она является единственным лицом, которое могло исполнять обязанности по содержанию имущества и поэтому нечего ответственность за вред. Конструкция вот такая довольно спорная, но тем не менее она была заложена в определении, я даже могу, если потребуется, там назвать его номер. Почему спорная, так, все понятно. Ну, не уверен я, что это, безусловно, такой подход не должен быть. Почему это вопрос отмотится? Ну хорошо, я, 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 сейчас я вот по этому постановлению еще проверю, все ли я важное сказал, про родителей и детей ее сказал. Здесь вот еще в 32-м пункте важное разъяснение касается порядка зачета тех платежей, которые внесены с указанием их назначения или без указания их назначения. Это тоже важно. Там общий принцип состоит в том, что платеж, внесенный на основании расчетного документа платежного, в котором указан период, расчетный период, он обязательно должен быть защитен именно за этот период, а ни в коем случае не в счет образования, погашения задолженности, образовавшиеся предшествующие периоды, что это вот не правонерно. И также точно, если гражданин сам указал период, в счет которого он вносит платеж, то опять-таки должен быть защитен именно в счет этого периода. И только в случае, если этого не указано, вот только тогда исполнение может быть защитено за период, по которым срок давности не истек. Вот такое разъяснение в пункте 32-м постановления пленума, о котором я говорю, задержится. Также здесь вот еще и в пункте 35-м говорится про порядок приобретения права управления многокладирным домом. И здесь говорится про фактическое преступление к исполнению обязательств по управлению. И в пункте 36-м вот дальше говорится про ситуацию, когда выбрана новая управляющая организация, а потребитель добросовестное действие исполняет свои обязательства перед старой управляющей организацией. И здесь вот говорится, что в этом случае новая управляющая организация не может взыскать формально образовавшийся употребитель за должность, с него повторно, а должна определять требования, основанные на неосновательном обогащении, к той старой управляющей организации, которая получила платежи, причитавшиеся новой организации. Но это разъяснение, оно имеет значение и относится только именно к управляющим компаниям. А вот в случаях, когда в доме создается, например, ТСЖ, и вопрос возникает о том, кому вносить, ранее допустим управляющая компания им управляла, а потом создается ТСЖ, и вопрос возникает, кому следует вносить платежи. Вот в этом случае представляется, что все-таки нужно смотреть на то, реально были переданы функции управления ТСЖ или нет, и можно ли признать, что у собственников, которые, допустим, ориентируясь на вот это решение общего собрания, еще не признаны недействительным, уже возникла обязанность вносить платежи в пользу ТСЖ, даже если оно формировало платежные документы и присылало их собственникам. Это довольно актуальный вопрос, потому что часто так бывает, что в дальнейшем создание ТСЖ признается незаконным, а то вот те платежи, которые кто-то, может быть, уже успел начать вносить в пользу ТСЖ, их судьба остается вот в спорме. Так, ну пропуск с рук, это понятно, хорошо. В общем, дальше уже там пробега социальной поддержки, я думаю, это не настолько существенно, чтобы на этом останавливаться. Приказ мирового судья о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным владежам был отменен, но в повороте исполнения взысканных сумм было отказано, так как управляющая компания предъявила в районный суд иск о взыскании суммы задолженности. Районный суд принял иск в производство, а затем передал его по подсобности в другой федеральный суд, другого субъекта. Ответчику, с которого уже взыскана сумма, следует подать новое заявление о повороте исполнения в суд, который будет рассматривать это дело, или подать встречное исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения. Ну, мне как-то представляется, что отмена приказа уже исполненного, она сама по себе не должна влечь поворот исполнения, если уже возбужден спор о восполнении того же самого обязательства, и до принятия судом решения по существу этого спора, мне кажется, что вопрос о повороте исполнения решаться не должен. Поэтому мне в то же время придалось какое-то встречное исковое заявление, мне кажется, тоже неверным. Мне кажется, что в случае, если будет в итоге судебного избирательства отказано в иске, или, например, из-за будет частично и присуждена меньшая сумма, чем было взысканно по судебному приказу, то вот тогда возникнут основания для решения вопроса о повороте исполнения. И решаться он должен не тем судом, который рассмотрит этот иск в итоге и откажет в нем или взыщет что-нибудь частично, а мировым судьей, который выдавал судебный приказ. Потому что все-таки этот вопрос решается именно судом, рассмотревшим дело. Ничто не мешает, наверное, подать заявление о повороте исполнения мирового судьи, но я бы, наверное, на месте мирового судьи приостановил рассмотрение этого заявления до разрешения спора в исковом производстве. Вопрос. Назначат ли суд экспертизу о рыночной стоимости объекта, если он был продан в период брака одним из супругов, с согласия второго супруга по цене значительно ниже рыночной? Ну, как я понимаю, речь идет о ситуации, когда возникает спор между супругами, видимо, о разделе общего имущества или о взыскании какой-то компенсации стоимости имущества отчужденного в период брака, ущерб интересам второго супруга? Ну, прежде всего, я думаю, что здесь есть много нюансов, которые могут повлиять на итоговый вывод. Вот у нас, если ориентироваться на буквальный смысл вопроса, то получается, что брак еще существовал, расторгнут не был. И один из супругов с письменного согласия другого супруга производит отчуждение какого-то объекта из состава общего имущества. Но я могу сказать, что по большому счету это не очень даже важно супруге это или нет. Если речь идет об имуществе, принадлежавшем именно жене и не входившем в состав общего имущества, то тогда второй супруг, на которого была выдана доверенность, он, соответственно, не может ссылаться на то, что денежная сумма, которая была получена по этой сделке, поступает в общий доход супругов. Он должен, как обычный агент, представитель, отчитаться об исполнении данного ему поручения и должен доказывать, что он то, что было по этой сделке получено, передал своему доверителю, то есть своей супруге или по ее распоряжению этим как-то распорядился по ее волеизъявлению. Это, кстати говоря, не исключает еще и возможности доказывания того, что он этим имуществом распорядился в ущерб интересам супруги. И у нас было такое дело, вот я не знаю, есть ли может быть здесь адвокаты, которые в нем участвовали, там была такая довольно сложная ситуация еще и в давности, но главное, в чем заключался вопрос, это то, что тоже было выдана доверенность на продажу имущества за цену и на условиях по своему усмотрению. И оно было продано, как водится, по какой-то непонятной цене, там близкой к инвентаризационной и ниже рыночной в 10 раз. А спор вот возник о возмещении убытков, связанных с этим. И мы сочли, что все-таки доверитель, даже когда, извините, поверенный, даже когда у него в доверенности и записана подобная полномочия, он все равно не может, он должен действовать разумно и соблюдать интересы своего доверителя. И он не может продавать имущество по цене в 10 раз ниже рыночной без какого-то разумного обоснования. Он должен либо доказать нам, что это было сделано сведомо, по прямому указанию доверителя, либо он должен, уж если на то прошло, доказывать, что на самом деле цена сделки была выше, и он вот рассчитался в полном объеме с этим доверителем. А если это он не докажет, то тогда получится, что он, продав имущество по настолько сильно заниженной цене, он причинил ущерб интересам своего доверителя и должен возместить ему убытки. И по-моему, это справедливо. И здесь вот если речь идет об имуществе, которое принадлежало, не входило в состав общего имущества супругов, он принадлежало именно жене, то тогда, наверное, должен будет муж доказывать, что он продавал его соглашению с сведомо жены, цена сделки определялась, и что он ей передал эти денежные средства. Тут, конечно, еще будет на оценку доказательств влиять тот факт, что они были в браке, что между ними какие-то доверительные отношения существовали. Это, конечно, влияет на оценку доказательств, но тем не менее, представляется, что поскольку это сделка, которая должна совершаться в письменной форме, то, наверное, и доказательства должны быть соответствующие письменные, касающиеся расчетов по сделке и того, как происходило согласование цены сделки. Если согласно части 3 ст. 425 ГК стороны предусмотрели в договоре, что окончание его срока влечет прекращение обязательств, по нему на основании каких норм будет взыскиваться основной долг, возникший в период действия договора. Можно ли будет начислять законную неустойку посреди приземлилась пятой на сумму основного долга после окончания действия договора? Я не совсем понял, о каком основном долге идет речь и о каком договоре. Они же у нас разные бывают. В силу чего возникнет основной долг, я, честно говоря, не готов ответить. Мне кажется, нужно все-таки более конкретно обозначить правоотношения. Я не могу ничего сказать, извините. Оспаривание распоряжения районной администрации о снятии граждан с учетом нуждающихся. Почему встой разная практика? Суды рассматривают и по КАС, и по ГПК. Появилась ли определенность позиции горсуда, административная или исковая? Или исковая, так имеется спор о праве. Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, насколько определенная практика у горсуда, потому что у нас появляются такие дела, и мы как-то не ставим под сомнение на сегодняшний день, что они подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Я схожу из чего? У нас есть на сегодняшний день постановление Пленума Верховного Суда по практике применения Кодекса административного судопроизводства. Я просто, к сожалению, его не взял с собой, не готовился к этой теме, но там, насколько я помню, сформулирован такой подход, смысл которого состоит в том, что если административный акт является основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей, то оспаривание такого акта происходит в порядке искового производства, гражданского судопроизводства. И там еще упоминается о различных видах правоотношений, в том числе о гражданских правах, социальных правах и так далее. Так вот, я, как я понимаю, нынешнюю практику и нынешний подход Верховного Суда, все-таки они считают, что вот эти административные акты, на основании которых происходит постановка на учет нуждающихся, они в конечном счете влекут возникновение каких-то гражданских прав и обязанностей, связанных с предоставлением жилого помещения, и что все-таки это полежит рассмотрению в исковом порядке. Вот в последнее время у нас как-то не было специально на эту тему обсуждений, я не могу отвечать за весь городской суд, может быть я ошибаюсь, может быть какие-то есть другие подходы к решению этих вопросов, но вот представляется, что сохраняется такой подход, потому что я знаю, что даже у Верховного Суда были между двумя коллегиями прения по этому поводу, какие же это правоотношения, и административные, и гражданские. Я-то всегда считал, что административные, но вот если ориентироваться на постановление тайного показа, это гражданское судопроизводство. Вопросы из области теории. Банк предоставляет гражданину заем для приобретения квартиры. Возврат займа обеспечивается ипотекой, и залогом приобретаемой квартиры. Вопрос, переходит ли к банку право собственности на заложенную квартиру, какова юридическая природа ипотеки? Ну очевидно, что не переходит, понятно, что она юридическая природа, это именно право залогов, возможность получить удовлетворение своих требований за счет стоимости заложенного имущества путем его продажи и обращения в доход залога держателя вырученных денежных средств. Там нужно еще иметь в виду, что есть определенные ограничения, связанные с тем, что не всегда можно обращать взыскание на заложенное имущество, а только в зависимости от того, каков размер неисполненного обязательства. Кроме того, в обзоре средней практики, вызвавшем в 2013 году по кредитным обязательствам Верховного Суда, там еще указывается на необходимость оценки того, есть ли бина должника в неисполнении кредитного обязательства. И, соответственно, если судом установлено, что были какие-то уважительные причины неисполнения, то это может быть даже основанием для отказа обращения взыскания на предмет ипотеки. Но ни в коем случае не переходит право собственности, оно может перейти только в порядке, установленном законом об ипотеке, об исполненном производстве, когда не состоялись торги и имущество в установленном порядке оставлено за залогодержателем с его согласия. Второй вопрос. Должник не может вернуть заем, погасить долг, банк обращает взыскание на предмет залога, квартиру. Вопрос, кто по договору выступает продавцом квартиры при ее реализации, гражданин или банк, или иное лицо. Нужно ли решение суда для подтверждения прав кредитора и обращения взыскания на предмет и залога? Во-первых, общий подход заключается в том, что когда суд выносит решение об обращении взыскания на заложенное имущество, то он как бы подменяет волю собственника на отчуждение имущества той принудительной силой, которая заложена в судебном акте. И получается, что воля заявления собственника уже перестает иметь значение. И вместо него на торгах выступает то лицо, которое организует исполнение следового решения, или по его поручению организатор торгов. Соответственно, обязательного участия собственника в этой процедуре не требуется. Извините, но это же вопрос из лечебника по гражданскому праву. Не надо задавать, кстати, время. Да. Кто-то написал записку, начинается словами. Ваше благородие. Оно не содержит, во-первых, вопросов, во-вторых, телефон. Кто-то вызвать не будет. Не знаю, какого вопроса вы задаете. Подойдите ко мне в перерыве. Раздел супружеских обязательств. Ипотечный кредит. Солидарные заемщики. Возможность обязания второго супруга к самостоятельной оплате части долга в судебном порядке. Судебная практика. Это довольно регулярно возникающая проблема, когда договор заключен на условиях солидарной ответственности заемщиков. И в дальнейшем расторгается брак, и возникает проблема того, можно ли как-то оставить, допустим, квартиру, приобретенную на средства эти за одним из супругов и отдать, передать ему же все обязательства по дальнейшей оплате кредита. На сегодняшний день у нас складывается такой подход, что это возможно только с согласия кредитора. Потому что это иначе означало было допустимость одностороннего изменения условий обязательства по инициативе должников. Они приняли на себя солидарную ответственность по договору. И если банк не готов внести соответствующие изменения и согласиться с тем, что у него вместо двух должников останется только один, хотя, может быть, это было бы разумно, учитывая, что его денежные требования обеспечиваются все равно залогом этой квартиры. Но, тем не менее, навязать банку одного должника вместо двух нам, на мой взгляд, вы не можете. В браке на имя мужа по договору купли-продажи в пользу третьего лица была приобретена квартира. Далее, в 2014 году эта квартира продается, и на деньги от ее продажи на имя жены приобретается новая квартира по договору долевого участия. Сделки проходят одновременно, никаких дополнительных денежиссий не вкладывается. В 2015 году заключается брачный договор, где указаны некоторые имущества дачи. А в отношении остального сказано. Все остальное имущество и имущественные права, которые уже были приобретены, либо будут приобретены в дальнейшем период брака, будут являться нашей общей совместной собственностью. В 2016 году супруги разводятся. После расторжения брака происходит регистрация права собственности на квартиру, купленная по договору долевого участия на имя жены. Может ли при таких условиях квартира, купленная по договору долевого участия, быть признана личной собственностью мужа, как купленная на его личные денежные средства? Ну, представляется, что личной собственностью мужа она никак не может быть признана по той причине, что даже если, вот по фабуле получается, что источником денежных средств для финансирования приобретения новой квартиры по договору долевого участия явились средства, вырученные от продажи квартиры, приобретенной мужем и не входящий в состав общего имущества супругов, потому что договор купли-продажи в пользу третьего лица, то есть в пользу мужа, это фактически для него безвозмездный договор, договор дарения. Но тем не менее, если эта квартира была продана, а затем заключен договор долевого участия на имя жены, то тогда оказывается, что уж в самом, так сказать, максимальном варианте муж просто профинансировал за свой собственный счет исполнение обязательств жены. И выключить ее из этого договора он никак не может. И сказать, что эта квартира целиком его, потому что она приобретена на его средства. Стороной договора является жена. Здесь с учетом брачного договора, возможно, следует признать все-таки эту квартиру общим имущественным супругам, но никак не единоличной собственностью мужа как не представляется. Во-первых, не можем задерживать Юрию Александровичу больше двух часов, об этом не договорились. Во-вторых, с Тельцова Сержанна Вячеславовна должна начинать свою лекцию и срывать ее лекцию на каких-то, так сказать, обязательств и полномочия. У меня нет. Третий вопрос обязательно, что вы понимаете, не входит. В личности я могу обещать, я их все сохраню. Если у меня, Александрович, найдет возможность и время встретиться с нами еще где-то на час, на полтора, в ближайшее ноябре-декабрь, эти вопросы передам. Вы хотели бы отдельную встречу посвятить именно ответам на вопрос? Ну, что-то вы сочтете необходимо рассказать еще из того, что не успели, но просто больше внимания не будет. Большое спасибо. 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 Спасибо.